здравствуйте друзья у нас гости неожиданное вот представляйтесь да мы начинаем здравствуйте меня зовут маша это алан 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 откуда вы ну мы родом из санкт-петербурга у нас был путь немного длинный сюда мы начали с копенгагена далее потом перебрались берлин германия и вот сейчас мы здесь вид на жительство какой-то европейский был у вас а мы взяли люка есть такая штука хорошо а тут вы туристы или так уже посерьезно нет то есть с немецкой компанией нам сделали л визы на работу приехали да где где живете вы можете работать отлично отлично ну чего давайте у нас тут торт я вот ножик и ножик мой давайте доставайте нож это наша открывалка обычная конверта этим открывая но да ну раз такое дело вот там да да давайте как-то ой это из холл фудс да ну резать мы этим ножом не будем только коробочку хорошо я боюсь и нам придется ее оставить другая страна партнер не привык разбойничать вот значит я думаю что она ой что ж ты делаешь до выходных то сегодня пятница ну да да а если лежу видеть у меня вот первое видео я сейчас только что повесил на наш дополнительный канал вот у меня новый лэптоп я его осваиваю ой супер машина там под три штуки баксов стоит кошмар ладно ну чего же вы давайте теперь как давно в сан-франциско так вы уже тут освоились машину завели нет на работу вышли да да то есть мы переехали в декабре вначале и сразу же начали искать квартиру но мы взяли на airbnb сколько на один месяц в принципе довольно быстро нашли квартиру чем вышло вышло дорого то есть примерно пол зарплаты 3600 что такое это или квартира квартира сколько бедрумов один бедрум но зато это апартмент комплекс и там есть и качалка и где это в какой части сан-франциско это дизайн-дистрикт вот это рядом с мишин бэй и до печь ноги за кошка красивый прекрасный вид и даже много там в комплексе 6 6 и два здания и на одном из зданий есть крыша вплоть до 200 человек можно на крыше погулять так пойти значит сколько сколько три тысячи шестьсот ван бедрум это что в городе такие цены лет просто место такое даже по сан-францискому понятиям подороже ну это может чуть-чуть подороже совсем новые совсем новое здание сколько ему год или несколько ну правильно вы худенькие вы можете там особо не есть правильно или там на работе питаться это можете домой и в клювике там что-нибудь принесете у нас на работе кейтеринг только два раза в неделю но тем не менее а как бы ценники мы смотрели другие квартиры то есть три тысячи это нормальная цена за один бедра а пока скажем по каким-то голландским немецким понятием это какие-то безумные деньги вполне сравнимо по берлинским безумные деньги до берлины недорогой город но там зависит еще опять же когда ты сняла квартиру потому что там именно рент они лист то есть там рент-контрол какой-то есть нельзя цены так просто повышать то есть если ты подписал контракт если не прописано как увеличивается цена за какое-то время в будущем то все тебя не выселят уже так просто это немного другой концепт но тем не менее цифры конечно совсем другие сколько времени вообще населения хорошего наверное городе всего ну в основном все живут за пределами города я слышал такую вещь мне показалось странным что в берлине сейчас 300 тысяч русских живут ну или может быть в большом берлине как-то да скорее есть такой вот сплошь и рядом русские да то есть выходишь на улицу и там реально можно столкнуться и они там реально уже же шпат сыр прямо так вот так вот погулять выходят нормальное дело очень много туристов немцы как реагируют на это все равно же войну проиграли пусть ходят ну что же ладно так какие планы у вас у супруги идеальный план это если получится стартап у вас есть идейка под стартап у меня даже уже есть прототип из которого мы сейчас делаем так ну это секретный какой-то чего вы там делаете ну я могу сказать только что проеду он будет покушать вкусно или полезно вкусно и полезно и быстро но это уж как кто захочет так ну хорошо то есть это как бы для американской аудитории стартап или так на на весь мир может быть в идеале но финансирует кто-то у вас уже может вас взяли в какой-нибудь инкубатор там ну были небольшие дружественные предложения но еще так не выходили мы в люди еще окей ну да вы ходите какие-то тусовки стартаперские там где люди общаются там там где инвесторы гуляют но это в планах ну хорошо ладно давайте давайте самое главное чтобы было что показать то есть у вас это софтворный стартап или это приложение я понял то есть не то что вы будете готовить это доставку делать сейчас вот ты знаете какая-то такая тенденция может тренд скажем когда вы можете там на каком это селфоне и там у вас там все диеты продукты калории считать и там вот все на свете тюк 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 и бахте там рацион на неделю там очень такое такого плана что ты или ну такого наоборот ну хорошо да то есть в этом направлении это щас очень очень востребовано потому что люди люди все больше и больше на меня вы меня не видели раньше но если вы меня видели два месяца назад уже больше пяти лет трещала пойти вот я еще немножко знаете это как подкачаюсь я просто еще пять килограмм я-то начну подкачиваться и меня как-то это все перестанет быть таким осунувшимся немножко а то вот мне этот человек один написал живут в латинской америке у нас люди не доедают многие его то выглядит как вы себя заставить в общем такая вот фигня ну что же ладно давайте мы ребятам которые там на нас смотрят передадим привет там вот в разных концах света и вы тогда на это видео знаете что заходите и там наверняка комментарии будут кто-то будет спрашивать как вас там найти или там как-то задружиться и так далее тут много местных тоже нас смотрят поэтому вы там может быть напишите там пару комментариев чтобы они могли вам просто в личку написать чтобы они знали ладно привет семьям нашим а что у вас за семьи мама папа брат так где живут в питере так а там там в питере все пьют так как в песне или ну есть некая культура там да а питья когда они пьют они дома пьют или надо пойти в какое-то общественное место там какой-нибудь памятнику пушкину ли там кавроре какой или там к исакию где хочешь пьют или все таки есть места излюбленные наверное где-то могут а штрафовать сейчас если вот то есть и такое а есть какая-то гордость у питерс вот город путина нету нет нет ленина нет тоже нет культурная столица культурная столица ну да да русишь культуришь конечно 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 ну что же ладно давайте тогда приходить то еще вот а пока что мы с ребятами прощаемся я просто показывать что у нас тут бывает в офисе к нам все время приходит вот и кто-то шапку принесет друзья этот ножик тоже мне подарили из-за испании привезли талецкая сталь вот так что вот пожалуйста можно тортом если что я надеюсь конечно я даже клубничку не могу слезнуть потому что мне не положено пока вот но но не сразу не сразу все прощаемся счастливо